Объем доходов региональной казны с начала года вырос почти на 12,5% или на 37 с небольшим миллиардов рублей. Почти в два раза увеличились неналоговые доходы. На расходы заложили 52 миллиарда, 32 из которых на социальную сферу. Кроме того, мы видим рост доходной части муниципальных образований. Так, поступление по итогам 7 месяцев составило 6 миллиардов 363 миллиона рублей. Это на 7% больше по сравнению с прошлым годом или 426 миллионов рублей. Министр транспорта Сергей Воронцов доложил губернатору о достигнутых результатах ремонта дорожной инфраструктуры. В целом, наш проект БКД исполняется в регионе строго по графику. Нет отставаний и по областным программам. Работы на автодорогах выполнены на 89%. Неудобства доставляют только ремонт развязки у Братаевки, на которые не поступило федеральных средств. И, скорее всего, придется кредитоваться. А также ситуация с Минаевским мостом. Я же постоянно езжу. Я считаю, что эти работы надо ускорять. Поэтому пригласите генерального податчика, проведите переговоры. Если нужно, ко мне зайдите. Нам надо темп усиливать, потому что превращается в долгостое. Дороги и мосты нужны, чтобы добраться от дома до работы, а после до рекреационных зон. Последние ждет серьезное обновление. Например, благоустройство в парке «Семья» проводится по нацпроекту «Жилье и городская среда». В этом году здесь установлены камеры видеонаблюдения, светильники, скамейки и урмы. Однако такую картину наблюдать можно далеко не везде. Коллеги, сегодня перед штабом я объезжал железнодорожный район Ульяновска, осматривал ход работ по благоустройству. На прошлой неделе был в Засвияжском и Ленинском районах. В очередной раз убедился, что парки и скверы по своему развитию заставили в прошлом веке. Людям нужны комфортные и современные места для отдыха. А еще людям нужна чистая вода. Порыв за порывом в областном центре острее обрисовывают общую потребность в качественном ресурсе. Александр Черепан сообщил, что для ремонтных работ и поддержания существующих сетей в нормативном состоянии из региональной казны изысканы дополнительно 50 миллионов рублей. На примере водоснабжения в Большом Нагаткино видно, как остро стоит проблема. Люди жалуются на недостаточный напор. Но стоит подать воду как следует, тут же рвется старый водопровод. Минимальная задача здесь – замена полуторакилометрового участка трубы и восстановление водозабора, а также бурение новой скважины. Но это только начало. Мы понимаем, что для полной нормализации водоснабжения надо на следующий год проектировать полноценный протяженностью 17 километров водовод. Надо строить накопители и прокладывать сети до новых строящихся микрорайонов. Работы планируются на ближайшие годы. Правительство учтет особые потребности сельских территорий при формировании расходной части очередной областной казны. И еще одна важная информация. 19 августа в Ульяновске отметят День воздушного флота. Алексей Русских пригласил на празднование всех жителей и гостей областного центра. Евгений Луковкин, Сергей Рябухин, репортер 73. Редактор субтитров А.Семкин